Всем привет! В эфире сегодня самые интересные новости студенческой жизни. С вами буду я, Аделина Гайнулина. Поехали! В университетской клинике Казани установлен современный аппарат для выявления остеопороза. О возможном сотрудничестве и дальнейших планах КФУ и химтеха. Лучшие из лучших. Студентов института фундаментальной медицины и биологии признали лучшими в Италии. 1 июня Ильшат Гафуров, как депутат Госсовета Республики Татарстан от Апастовского района, открыл в Кайбицах обновленный после ремонта детский сад. Тем же днем на Санкт-Петербургском экономическом форуме было подписано по соглашению о развитии Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Компания «Трансойл» передаст Росфонду 5 миллионов рублей на покупку морозильных камер для хранения образцов крови, амплификаторов, сервера и суперкомпьютера для обработки и хранения данных. Новое оборудование, приобретенное Росфондом на пожертвование «Трансойла», поступит в Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. А мы продолжаем. В отделении лучевой диагностики медико-санитарной части Казанского федерального университета установлен новый современный рентгеновский остеоденситометр для определения минеральной плотности костной ткани. О том, кому же может грозить такая страшная болезнь, как остеопороз, и как же с ней бороться, ты узнаешь в следующем сюжете. Мороз и солнце, день чудесный. Вот вы расколдите на лыжах по снежному насту, впереди желанная горка, вы отталкиваетесь и едете на лыжах вниз по склону навстречу свежему ветру и впечатлениям. Как здорово помечтать, что ты здоров и бодр, и не изменяешь своим пристрастиям и увлечениям. Пожалуй, восстановить увлеченного романтика может только боль в коленях или других суставах. Но можно ли мечте осуществиться, вопреки своим болевым ощущениям? И какая же болезнь постерегает каждого из нас? Заболевание опорно-двигательного аппарата – это наиболее распространенная группа заболеваний, не только у нас в Татарстане, в Российской Федерации, но и во всем мире. Примерно 10% от всего взрослого населения, это от 18 лет и выше, они болеют дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов, такие как остеоартроз. Наша хрящевая ткань похожа на наседку. У нас состоит из клеток хондроцитов, коллагенного структуры основного вещества. Важнейшими компонентами основного вещества являются гиалуроновая кислота и сложные протиогликановые комплексы. Нити гиалуроновой кислоты пронизывают все пространство хрящевой ткани, та же гиалуроновая кислота обеспечивает смазку поверхности хрящей. Основное направление применения этого оборудования заключается в изучении минерализации костной ткани, или, другими словами, для определения остеопороза. Определить минеральную плотность костной ткани теперь можно и в отделении лучевой диагностики медико-санитарной части Казанского федерального университета, в которой установлен новый современный рентгеновский остеоденцитометр. Благодаря рентгеноденцитометрии выявляемость остеопороза выросла в несколько раз за последние годы, поскольку такого метода, как денцитометрия, еще 20 лет просто не существовало, 20 лет назад. Исследование, проводимое с помощью этого прибора, называется денцитометрия. Оно позволяет выявить остеопороз, возникающий в силу возраста или гормональных изменений, и спрогнозировать риск возникновения перелома в течение ближайших 10 лет. Уникальность данного оборудования, данного аппарата в том, что он позволяет проводить измерение минеральной плотности костной ткани позвоночника, нижней части позвоночника, в первую очередь это поясничный отдел, ну и не исключаем и грудной отдел, прямой и боковой проекцией. Стоит напомнить, что 2017 год указом президента Республики Татарстана объявлен годом профилактики травматизма и заболевания опорно-двигательного аппарата. Свой вклад в это дело вносят и врачи университетской клиники. Диана Шилова, Леонард Вельсиаров, Универньюз. Главная цель, которая стоит перед региональным центром инженера Гахимтех и КФУ, вместе стать успешным проектом, усилив его учеными и новым производственным потенциалом. О возможностях сотрудничества поговорили представители двух сторон. В начале мая 2017 года мы вам уже показывали и рассказывали о региональном центре инжиниринга Гахимтех подробнее. Тогда руководство Казанского федерального университета во главе ректора Ильшата Гафурова посетили центр. Ректор обратил внимание собравшихся на стратегию университета, направленную на трансфер технологий и создание площадок для такого трансфера опытных производств. РЦИ Химтех как нельзя лучше подходит под это определение. Но на этот раз 1 июня КФУ встретил представителей инженерингового центра. Доцент кафедры физической химии Михаил Варфоломеев провел небольшую экскурсию по лабораториям химического института имени Бутлерова КФУ. Цель визита проста – обсуждение возможностей дальнейшего сотрудничества двух сторон. Вектор направлен на производство реагентов нефтехимии. Также планируют открыть совместную лабораторию на территории КФУ. И позднее будет составлена дорожная карта перспективного партнерства. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влитяров, Универа Ньюс. В Казанском федеральном университете проходит конференция на тему «Финансовая грамотность». В рамках программы прошло обучение и защита итоговых работ. Обучение проводили преподаватели МГУ, дав нашим преподавателям уникальную возможность ознакомиться с своей образовательной программой. Все подробности узнал Аурелия Сташкова. 2 июня по результатам аттестации состоялся круглый стол по обсуждению вопросов, связанных с продвижением рамки компетенции G20 для взрослого населения и ее адаптации. В России стоит острая проблема финансовой грамотности, так как в силу особенностей исторического развития страны большинство населения всегда имело слабое представление о возможностях распределения собственного бюджета и различных инвестирований. Это очень большой проект, в котором мы работаем. Он как раз посвящен тому, чтобы повысить финансовую грамотность населения, причем населения разных возрастных категорий – школьников, студентов и, соответственно, взрослого населения. Чтобы человек не только знал, но и умел применять. То есть вот есть такая проблема – понятие функциональной грамотности. То есть я могу знать все правила, но я не буду, я не буду понимать, как их использовать в реальной жизни. Поэтому, соответственно, вот здесь мы именно на вот такие активные формы. Не понимая важность проблемы, правительство РФ обозначило задачу периодом до 2020 года повышения финансовой грамотности населения как одну из приоритетных. Эта проблема рассматривается в качестве важного фактора повышения финансовой стабильности. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюс. Серия докладов исследователей Института фундаментальной медицины и биологии КФУ признана лучшим европейским обществом клинических исследований. Лучший в номинации фундаментальные клинические исследования. Чем молодые ученые отличились на этот раз, расскажет Аделя Шамилова. 51-я ежегодная международная конференция Европейского общества клинических исследований объединила участников из таких стран, как Италия, Испания, Португалия, Германия, Швейцария, Россия и другие с целью продвижения результатов научных исследований в медицинской практике. Результаты исследований ученых Института фундаментальной медицины и биологии КФУ были представлены практически во всех секциях конференции. Конференция была очень познавательно и интересной, поскольку были представлены различные направления медицины. Это и кардиология, и гематология, и скелетно-мышечные заболевания. Это позволяет нам принять какой-то новый опыт, поделиться своим опытом, пообщаться с зарубежными коллегами. Позволяет в итоге по-новому взглянуть на какие-то свои работы. Важно и то, что из 20 субсидий, выделенных ученым на участие в конференции, две получили сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Магистрант кафедры биохимии Елена Валеева и ассистент кафедры морфологии и общей патологии Айгуль Шифигулина. Работа была посвящена изучению звездчатых клеток печени. Мы считаем, что они являются стволовыми клетками печени. И мы проводили трансплантацию их животным, получили хорошие результаты. В число победителей в номинации «Фундаментальные клинические исследования» также вошли два представителя Казанского федерального – Эльвира Заикина и Михаил Маликеев. Мой доклад был посвящен поиску генно-клеточных методов лечения заболеваний, которые сопровождаются хронической ишемией нижних конечностей. Экспертная группа Конгресса отметила и стендовый доклад сотрудницы научно-исследовательской лаборатории OpenLab Екатерины Гараниной, посвященной исследованию цитокинового и липидного профиля у больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, являющейся распространенным инфекционным заболеванием не только на территории России, но и за рубежом. «Доклад прошел достаточно оживленно, вызвал дискуссии, вопросы, и мне было безумно приятно, что он вызвал интересы стороны моих коллег из других стран». Немаловажно и то, что делегация Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета была особо отмечена организаторами конференции, так как она оказалась наиболее многочисленной. Разнообразные тематики исследований в сочетании с применением передовых технологий способны вызвать глубочайший интерес к развитию международного сотрудничества. Аделья Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. На этом у меня все. До скорых встреч. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова